Добрый день! Здравствуйте, уважаемые дагестанцы и гости нашей республики! В прямом эфире на телеканале РГВК Дагестан программа «Мой малыш» Программа о самом главном и дорогом, что есть у нас с вами в жизни – это здоровье наших детей. Итак, сегодня наша тема – профилактика коронавирусной инфекции. Ну, сегодня все знают о том, что участились случаи заболеваемости. Если в нашей республике месяц назад заболел только один человек, то сегодня это уже 100 человек. А в нашей стране, во всей России, каждый день заболевает порядка 28 тысяч человек. Ну, по всем городам и областям России также получается где-то 50, где-то 100. И тем не менее, нужно знать, нужно быть внимательными и нужно говорить о профилактике. Чем, собственно говоря, мы сегодня и займемся. Итак, сегодня у нас в студии Республиканский центр инфекционных болезней представляет доктор Алиева. Разиат Алиевна, здравствуйте! Здравствуйте! Я приветствую. Мне очень приятно, Разиат Алиевна, вас представить нашей большой аудиторией, поскольку вы все волны коронавирусной инфекции прошли в красной зоне, в стационаре, начиная с 2019 года и вот по сегодняшний день. И вот 14 детей, которые сейчас в данный момент лежат в вашей клинике, как раз вот в вашем отделении, и вот вы ими и занимаетесь. Спасибо вам большое и за всю вашу работу, и работу ваших коллег, конечно же. И спасибо за то, что нашли время, сегодня пришли для того, чтобы дать необходимые рекомендации нашим мамочкам. Первый вопрос, первый вопрос, который сегодня интересует всех. С каким видом коронавирусной инфекции мы сейчас имеем дело? Пожалуйста. Начнем с того, что мы сейчас в течение трех лет, наша планета охватила пандемию COVID-19, и этот вирус постоянно мутирует, мутируя, создает новые штаммы, и, соответственно, увеличивается рост заболеваемости. Это как подарок за подарком у нас, да, волна за волной. И таким образом, на сегодняшний день тоже отмечается новый штамм, как субвариант, наверное, этого омикрона, схожий по клинической симптоматике, схожий также с ОРВ, острой респиратурной вирусной инфекцией. То есть, если омикрон, значит, поражает в том числе и детей. И детей, и взрослых, и детей. То есть, госпитализация идет и детей, и взрослых. Скажите, пожалуйста, лечение, методика лечения есть от вот этого нового штамма? Сейчас на протяжении всего периода COVID-19 начнем, вернемся, наверное, к началу. Это первый был уханьский COVID. Потом омикрон. Самый последний, это был пятый, наверное, по счету, как мы рассчитываем. Это был омикрон, когда рост заболеваемости был у детей. У детей, потому что массово поступали дети. И, говоря, исходя из всех этих периодов волн Минздрав России, внес клинические методические рекомендации, которые постоянно обновлялись. На сегодняшний день их 15. Там были добавлены профилактика, лечение, диагностика коронавирусной инфекции. И на сегодня мы ждем 16-ю обновленную версию. То есть поясним нашим телезрителям, что речь идет о централизации, о централизованных методиках лечения данного заболевания. В основном лечение остается в большинстве случаев одинаковым. То есть сейчас, на данный момент, все лечится так, как лечилось в период всех волн, в период омикрона. Ну, как банальная ОРВИ-инфекция. Понятно. Продолжаем нашу программу. Уважаемые телезрители, если у вас есть какие-то вопросы, если вам что-то непонятно, связанное с коронавирусной инфекцией, пожалуйста, 69-44-76. У вас есть прекрасная возможность задать свой вопрос нашему доктору. Еще раз назову телефон 69-44-76. Мы продолжаем нашу программу. Ну и следующий опять главный вопрос. Все вопросы главные. Мы второстепенные вопросы убрали, потому что времени мало. Симптоматика. Какие симптомы? Симптомы у детей. Это катаральные явления, это насморк, это боль в горле, это кашель. В частности, он бывает сухой кашель. Далее ломота в теле. Но не все дети могут правильно выразить свои жалобы. И интоксикация, то есть повышение температуры тела. И также необходимо обратить, что в последнее время имеется абдоминальный вариант. Это со стороны желудочно-кишечного тракта. Диарея. Диарея, рвота, тошнота. Все думают, что это проявление кишечной инфекции. Но это возможно проявление и ковида. Смотрите, а ну какое коварство. Какое коварство. Сначала мы думали, что омикрон, коронавирусная инфекция, она... Верхние дыхательные пути. Верхние дыхательные пути. И это как бы простуда, да? А сейчас прибавляется и кишечная инфекция. Кишечная инфекция, да. Но в тяжелых случаях, конечно, он может вызвать такое мультисистемное воспаление всего организма. Это привести даже полиорганное недостаточно. И настолько коварно. Необходимо свое время. Разиат Алиевна, ну вот, пожалуйста, смотрите, да, ребенок заболел на лицо признаки ОРВИ или признаки кишечной инфекции, да. Родители понимают, как лечить ОРВИ, и родители знают, как лечить кишечную инфекцию. Ну, в принципе, вместе с врачами, ну, как бы для них все ясно. И тем не менее, за этими симптомами может стоять омикрон, может стоять коронавирусная инфекция. Скажите, пожалуйста, как все-таки отличить? Как все-таки отличить ОРВИ от ковид, да? Ну, наверное, тут инкубационный период. В ковиде он немножко длительнее, а при ОРВИ он такое быстрое начало, да, острое начало. И, соответственно, при ОРВИ не бывает таких кишечных проявлений. Тоже одно из моментов, которые надо учитывать. И, соответственно, проводить диагностику, в первую очередь, это обратиться в амбулаторно-поликлиническую сеть, сделать экспресс-тест, который доступен для всех, для определения антитела иммуноглобулина и МИДЖ, и, соответственно, ПЦР из носоглотки. То есть нужно уяснить одну истину. Нужно исключить. Исключить обязательно. Нужно исключить ковид. Чтобы выбрать правильную тактику лечения, ведения пациентов, детей. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, каковы пути заражения? Пути заражения – это воздушно-капельный путь, это контактный путь. Традиционный, да? Да, да, через предметы, особенно у детей, необходимо соблюдать профилактические все мероприятия. Давайте сразу об этом, чтобы, да, не откладывая. Профилактические мероприятия. Что мы избегаем? Куда мы не ходим? От чего мы отказываемся? Если имеются признаки у детей, признаки ковида или ОРВИ, то исключить, конечно, не отправлять в детские сады, не отправлять в школы, изолировать ребенка. И, соответственно, дезинфицировать руки, гигиена рук, мытье. Это не трогать нос, не трогать глаза, что мы часто это делаем, наверное, в час, по 15, по 20 раз. И, таким образом, проводить дезинфекцию, проветривание в помещении обязательно. Вот это, кстати говоря, то, что вы сейчас сказали, это действительно очень интересная такая вещь. Оказывается, мы с вами, в общем-то, и дети, и взрослые, мы по 15-20 раз трогаем... Трогаем, да, слизистую нос, рот, глаза. Трогаем нос, рот, да. Это происходит непроизвольно. Непроизвольно. И дело в том, что вот от этого и идет заражение. Да, детям надо объяснить, сказать, какие меры профилактики, для чего это все проводится, чтобы дети тоже знали об этом и соблюдали. Наши родители в курсе, помнят по всем волнам коронавирусной инфекции, что лучше, конечно, воздержаться от посещения массовых мероприятий. Конечно, социальная дистанция соблюдать в первую очередь, да. Ну вот зрители нашей программы должны знать, значит, первое место, первое место по заражаемости – это общественный транспорт. Первое место, да. В нашей республике, в наших городах, конечно, это маршрутки. Поэтому нужно одевать маски, нужно, в общем-то, быть осторожными. Посмотрим, какие решения будут приниматься на уровне муниципалитетов и так далее, и так далее. Но пока ситуация достаточно несложная, но таких вот решений принципиальных нет. И тем не менее, люди должны знать, первое место по заражаемости – это общественный транспорт. Есть возможность идти пешком. Идите пешком, это полезно для здоровья, правильно? Вот, есть возможность как-то там по-другому через троллейбусы и автобусы добраться до работы. Сделайте так, потому что там больше дистанция, да. Но в любом случае каждый родитель должен знать. Первое место – это общественный транспорт. Продолжаем нашу программу. Разиат Алиевна, скажите, пожалуйста, если у ребенка появились первые признаки, да, не имеет значения ОРВИ, кишечная инфекция, что делаем, как поступаем? Необходимо позвонить в амбулаторно-поликлиническую сеть. В свою поликлинику? Обязательно, по месту жительства. По месту жительства. Или вызвать педиатра на дом. То есть, когда мы звоним, значит, скорее всего мы объясняем свою симптоматику. Объясняем, конечно, да. И медсестра или доктор, значит, из поликлиники, они тут же должны, обязаны направить по вашему адресу, значит, специалиста взять мазок. Обязательно. Ну, придет доктор и с медсестрой, и возьмут мазок, значит, слизистую, да, палочкой, да, и проверят. Вот, а, соответственно, доктор сделает назначение. Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, доктор, в каких случаях лечение вот этого нового омикрона, значит, можно осуществлять амбулаторно, а в каких случаях стационар? Так, амбулаторно, ну, наверное, при легком течении, но если мы говорим о детях, так у них за короткий период времени поступает осложнение, они очень быстро могут обезвоживаться, тем более, если у них сохраняется диарейный синдром, интоксикационный синдром. Лучше обратиться сразу или плановая, или экстренная госпитализация в учреждение, в наши центры инфекционных болезней, принимает детей и взрослых. Это единственный центр, который занимается и детьми, и взрослыми наши республиканские. То есть решение принимает доктор, да? Доктор. Врач, который придет на осмотр больного, на осмотр ребенка. А госпитализация, да. Значит, первое дело, это, значит, ПЦР-тест. ПЦР-тест. И дальнейшая тактика. Если более двух дней сохраняется лихорадка, и имеется такое уже снижение двигательной речевой активности у детей, или... В общем, состояние ухудшается? Да, ухудшается. Сто процентный стационар. Сто процентная госпитализация. И в первую очередь необходимо обратить внимание на детей, которые входят в группу риска, которые имеют такие фоновые соматические заболевания. Часто болеющие дети? Да, дети, которые иммунодефицитом, дети, которые имеют сахарный диабет. Дети с генетическими или патологией сердечно-сосудистой патологией, потому что у них бывают врожденные, приобретенные пороки сердца, и, соответственно, исход всегда для них бывает такой неблагоприятный при несвоевременном обращении. С хроническими заболеваниями. Да, лучше с первых же симптомов уже находиться под наблюдением, либо в стационаре, либо под наблюдением моческого педиатра. То есть с детьми из группы риска нужно быть особо внимательными. Особо внимательно. Особо, ну, родителям в первую очередь. Да, и не медлить в госпитализации. То есть если сохраняется день, два и более температура, лучше госпитализироваться. Ну, если доктор рядом, сидя у постели вашего ребенка, видит, что ребенок хорошо переносит температуру, ребенок от первых назначений врача идет как бы улучшение, значит, да, начинает хорошо есть, нет признаков обезвоживания, да, нет каких-то серьезных таких вот пугающих симптомов, то, в принципе, можно лечить амбулаторно. Амбулаторно при легком течении. Но решение принимает только врач. Только врач. Дорогие родители, пожалуйста. Оценивая состояние и лабораторные показатели. Ни в коем случае нельзя брать решение на себя родителям. Самой лечением ни в коем случае не заниматься, потому что сейчас в группе рисков эти дети. И на кону стоит просто жизнь, да, ребенка? Жизнь, конечно. Жизнь ребенка. И течение болезни, и течение заболевания, потому что чем дольше мы будем их лечить в амбулаторных условиях, и, соответственно, благоприятный исход, все осложняется тяжелым течением заболевания. Но мы помним по предыдущим волнам, да, вот по взрослым, да, по взрослым больным, когда вроде бы как бы и улучшение, и все хорошо. Такое мнимое благополучие, а резко они ухудшаются. И вот уже все, да, не сегодня, завтра выписка, да, и вдруг кризис, резкое ухудшение, и мы теряем человека. Понимаете? Что касаемо детей, у них так молниеносно все происходит. Поэтому вот эти слова ваши, конечно, они должны просто вот запомниться всем родителям, поэтому рисковать вообще нельзя. Никаких, значит, сомнений, только, значит, с доктором, с врачом и строго по предписанию нашей медицины, да. Скажите, пожалуйста, какие возможны осложнения? Какие возможны осложнения? Вот в период омикрона, когда поступало очень много детей, подростков, из моей практики, скажем. Да, да, да. Были очень много пациентов разной возрастной категории. Это дети от двух. Самый маленький пациент, у меня был два года. На фоне перенесенной коронавирусной инфекции омикрона, он к нам поступил с очень высокими сахарами, с дебютом сахарного диабета первого типа. Они поступали на период, вот я вам сейчас скажу, это был январь-середина месяца, по февраль. Таких детей у нас было 8-10. От двух до 15 лет. И у всех отмечался дебют диабета. И крайне тяжелый. И осложнялся он диабетическим кетоцидозом, который приводит к летальному исходу. И, соответственно, им была оказана своевременная помощь, мониторинг глюкозы. И далее они были переведены в профильное отделение. Сейчас отмечается, вот именно по поводу эндокринологической службы, там отмечается рост, развитие диабета у детей раннего возраста. Это страшное и грозное осложнение, которым приводит ковид. Ну и, соответственно, есть мультисистемные заболевания, которые приводят к поражению всех органов тканей и систем. Вот поэтому нужно знать и помнить о профилактике, о мерах предосторожности. Обязательно, потому что у нас дети – это такая основная категория, которых невозможно вакцинировать. И, соответственно, нужно соблюдать и проводить профилактические мероприятия. Вы знаете, у меня совсем недавно на программе, вот здесь, значит, была заместитель министра здравоохранения нашей республики, которая сказала о том, что в период прошлых пандемий у нас снизилось количество кишечных инфекций у детей, потому что люди соблюдали гигиену, люди были осторожны, не посещали какие-то сомнительные места общественного питания, да, и дома как бы вот старались почаще мыть руки. Ну, пандемия, да, все были напуганы и все были предельно осторожны. Так вот, в этот момент у нас снизилось число кишечных инфекций у детей, потому что профилактика работала. Работала. Потому что всех учили мыть руки, да. А сейчас, имеется, снялись и ограничения, и, соответственно, опять рост. И опять пошел рост. Опять рост и кишечной инфекции, и, соответственно, ковида. Понятно. Но наши мамочки, наши родители сейчас у экранов наших телевизоров и, конечно же, проведут необходимую беседу со своими детьми, подготовят все необходимое в ванной комнате с тем, чтобы действительно перед каждым приемом пищи постоянно, значит, ребенок мыл руки. И что еще важно, дорогие родители, вот, пожалуйста, вот прямо сейчас гаджеты, да, гаджеты, пожалуйста. Да, дезинфекция обязательно, гаджетов, компьютеров, стол, которым ежедневный день по два-три раза обязательно. Особенно те участки, та территория, которая прикасается детям. Ребенок. Игрушки обязательно. Игрушки. Игрушки обязательно. Для маленьких детей. И дезинфекция обязательно, да. А чем будем дезинфицировать? Спиртовым раствором. Спиртовой раствор не продается, водка годится? Ну, можно и в оточку, да, можно перекись хлоргексидином. Перекись хлоргексидин, да, продается, очень недорого стоит на самом деле, да. Дело в том, что... Есть готовые Д-средства в аптечной сети доступные. Готовые дезинфицирующие. Готовые, да, да. Давайте все-таки готовые, потому что от алкоголя пары остаются. Готовые Д-средства. Давайте, да, хлоргексидин или готовые дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства в аптечной сети доступные. Да, в прошлую пандемию всем и везде раздавали эти флакончики. Да, мы что делаем? Значит, на тряпочку и протираем телефон, стол и все, что связано с клавиатурой и так далее. Пожалуйста, уважаемые родители, запомните эту вещь, потому что дети постоянно в телефонах, в гаджетах, с клавиатурами. Вот здесь они меняются друг с другом, с ребятами, поэтому, пожалуйста, постоянно вытирайте. И держите под рукой эту тряпочку, хлоргексидин, быстренько протерли, все, помыл руки ребенок. И, в общем-то, если никаких особенно контактов, массовых мероприятий, ничего такого, то можем действительно быть достаточно спокойны за своих детей. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот эти методики, вот эти рекомендации Минздрава России, которые вы получаете, насколько они эффективны при лечении коронавирусной инфекции в данный момент? Они эффективны. Они эффективны, потому что все это исходит из клинической практики. И при своевременной терапии, начала терапии, то исход всегда благоприятный улучшение и выздоровление. Все клинические рекомендации, мы работаем по этим рекомендациям и, соответственно, оказываем всем медицинскую помощь. Ну, это очень хорошо, это успокаивает. И лекарственное обеспечение тоже есть. Все необходимое для оказания, для лечения, для диагностики все это имеется. Плюс к этому самое главное, то, что наши медики, вы, наши врачи, вы, в принципе, сейчас смело смотрите в глаза этой инфекции, вы ее не боитесь, вы знаете, как ее лечить, вы уже смело, в общем-то, берете за свое дело и твердо идете к выздоровлению каждого ребенка. А, Розиат Алина, скажите, пожалуйста, что вы думаете относительно альтернативных, что называется, источников профилактики, ну, народные средства медицины? Ну, вы помните, чеснок, имбирь, некоторые там килограммами… Пряные напитки, да? Да, некоторые, да, они килограммами ели цитрусовые апельсины, потом аллергия развивалась, не знали, от чего лечиться. Пожалуйста, может быть, действительно что-то способствует? Ну, это не панацея. Это не панацея. Это не панацея, конечно, использовать можно, нужно, плюс к дополнительно… Вы укрепляете свой иммунитет. Дополнительно к назначимой терапии, то есть дополнительно к проводимой терапии, но один имбирь, чеснок… Хорошее калорийное питание никогда не вредило, да? Не вредило, да. Но, пожалуйста, не перебарщивать. Да, то есть можно, но, опять-таки, это не панацея. И знать меру, да? То есть полного восстановления не будет. Надо плюс к той терапии, которую назначил вам доктор, то, соответственно, придет благоприятный… И, пожалуйста, не сожгите пищевод своему ребенку, да? Точно, точно. И себе не сожгите своему ребенку, да? Пожалуйста, пожалуйста, да? Вот. Скажите, пожалуйста, нужен ли какой-то период реабилитации после выздоровления, после острого периода? Реабилитация детям нужна. Опять-таки, укажем немножко тяжесть, как тяжесть перенесенной инфекции нужно учитывать. И те дети, которые входят в группу риска, у которых имеются соматические и фоновые заболевания, они нуждаются в реабилитации, санаторно-курортном лечении. Но это уже определяет далее врач-педиатр участковой поликлиники. Ну, после результатов диспансеризации. Да. То есть, учитывая все тяжести. Дети быстро восстанавливаются, да? В большинстве случаев, да. Дети быстрее восстанавливаются. Слава Богу, хотя бы в этом повезло, потому что по части взрослых людей здесь другая картина, обратная. Мы и тяжело восстанавливаемся, и очень много последствий коронавирусной инфекции, которые там сказываются и на голосе, и там, я не знаю. Да, ну, потому что у нас, у многих, у нас имеются фоновые заболевания. Это патология сердечно-сосудистых, ожирение, диабет. Да, куча всяких болезней, конечно, поэтому очень тяжело. И они все бывают, декомпенсация. Но у детей, дети, слава Богу, быстро восстанавливаются. Быстрее восстанавливаются. Это вот самое хорошее. При правильном уходе, своевременном назначении. Разиат Алиевна, прошу прощения. Что касается правильного ухода, калорийного питания, значит, и всего остального, пожалуйста, у нас есть время. Чуть подробнее, если можно. Что значит хороший уход? Воздушные ванны, морские ванны, пожалуйста. Абсолютно, можно использовать и воздушные ванны. Поехать в селение, наверное, в лес тоже, да? Абсолютно. У нас очень много природы, у нас очень много возможностей. И укреплять иммунную систему ребенка обязательно. Обязательно, это витаминотерапию. И закалять. Ну, я прошу прощения, это не должно идти как бы само собой. Этому специально нужно внимание уделить, да? Уделить. Уделить. Вы знаете, вот и вы, и все ваши коллеги, врачи всегда говорят, нужно вести дневник. Для вас, для врачей, для всех врачей дневник – это вообще бесценное сокровище. То есть родители записывают. Записывают поведение ребенка, записывают его реакцию на тот или иной препарат, записывают, как он кушает. Ну, вести дневник нужно. Почему? Потому что анамнез для врача – это важно, да? При опросе ребенка и при опросе родителей, да? Это всегда очень важно. Поэтому нужно знать всю информацию. Поэтому и закаливание, и все остальное, все нужно делать грамотно, методически, и, значит, все нужно делать записывая. Кстати говоря, у нас в республике, к нашему удовольству, большое количество реабилитационных центров государственных, да? И на Нахимова, и на Ляхова, и в Гунибе, и в Ахтах. В общем, много-много. И много было у нас еще в период ковида перепрофилированных центров. Да, 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 да. Все эти центры работают, опять-таки, по заявлению заместителя министра Шахсиновой, все эти центры работают. Никаких отпусков у них нет. Поэтому, пожалуйста, дорогие родители, уточняйте, звоните в Минздрав, значит, специалистам в поликлинике, уточняйте, и, значит, посещайте эти центры, очень хорошие, очень хорошие там и массаж делают, и, значит, оздоровительная гимнастика, и так далее, и так далее. Так, пожалуйста, доктор, у нас есть еще немножко времени, значит, еще важные моменты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Может быть, скажете о тех замечаниях, о тех ошибках, которые допускают родители чаще всего? Ну, допускают ошибки какие-то, когда несвоевременно обращаются к педиатрам, несвоевременно, то есть он 3-4 дня, может, высоко лихорадит, а они его там лечат народными средствами или теми средствами, которые вычитали в интернете, в просторах интернета, или занимаются просто самолечением. Этого нельзя делать? Абсолютно. Или рекомендации бабушек, соседей. Этого нельзя делать. Розия Талиевна, у нас осталась ровно одна минута. Пожалуйста, ваши аргументы в пользу вакцинации. На сегодняшний день, я думаю, что вакцинация – это самая мощная защита. Эффективная. Эффективная защита. Защита не только при ковиде, но и при других серьезных инфекционных заболеваниях. Ну, вот вам, врачам, чем помогает вакцинация? Ну, вакцинируясь, мы модулируем себе болезнь. Болезнь для дальнейшего благоприятного, наверное, течения, без таких крайних серьезных осложнений. То есть легче лечить? Легче лечить. Быстрее выздоравливает ребенок? И полное восстановление, да. Да, полное восстановление. То есть вы рекомендуете вакцинировать ребенка? Вакцинировать ребенка у нас имеется возрастное ограничение. Там есть масса ограничений. Да. От 12 до 17 лет в России уже ведется прививочный кабинет. То есть это подростки? Да, берется информационное согласие подростка и родителей. Но что касаемо маленьких детей, у нас остается только одна задача – вакцинировать взрослых, чтобы… Не заразить детей. Не заразить детей, да. Чтобы была защита для детей. Вакцинация, в первую очередь, взрослых. И, в вторую очередь, проводить и соблюдать профилактические мероприятия, что касаемо детей. Дезинфекция, дезинфекция, да. Вот мы в период коронавирусной инфекции много об этом говорили. Сейчас тоже будем говорить. Дезинфицируем все в наших квартирах, в наших домах. Проветриваем помещения. Значит, педагоги должны это делать в школах и садиках. Обязательно. Разиат Алиевна, огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо. Мне вот показывают, что время прямого эфира подошло к концу. Спасибо вам огромное. И спасибо вам, уважаемые телезрители, за ваше внимание. Пожалуйста, берегите себя, свою семью, свой семейный очаг. Будьте счастливы и здоровы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин